Эдуард Успенский Вера и Анфиса История девятая Трудовой день в детском саду Раньше Вера не любила ходить в детский сад. Она каждый раз списку устраивала. Папа, папочка, лучше дома посижу. У меня так голова болит, что ноги не сгибаются. В чем же ты у нас больна, девочка? Присмертью. Вот в детском саду все и пройдет. Вся присмерт твоя. И верно, присмерть проходила, как только Вера в садик входила. И ноги у нее сгибались, и голова проходила. Самое трудное было до детского сада дойти. А как Анфиса в доме появилась, Вера в садик легко ходить стала. И просыпаться стало легко, и про свою присмерть забыла. И из детского сада ее забрать было почти невозможно. Ой, папочка, я еще часика два поиграю. И все потому, что в саду была очень хорошая воспитательница, Елизавета Николаевна. Она каждый день что-нибудь придумывала. Сегодня она сказала детям. Ребята, у нас с вами сегодня очень трудный день. У нас будет трудовое воспитание. Мы будем с места на место кирпичи переносить. Вы умеете переносить кирпичи? Вера спросила. А где у нас кирпичи? Ах да, согласилась воспитательница. Про кирпичи мы и забыли. А пусть у нас Анфиса будет кирпичом. Мы ее будем переносить. Ты, Анфиса, будешь у нас учебное пособие. То есть кирпичное пособие. Согласна? Анфиса не понимает, что такое кирпичи, что такое учебное пособие. Но раз ее спрашивают, она всегда говорит. Угу. Итак, кирпичи можно переносить на носилках. Можно перевозить на тачки. Дети... Виталик, возьмите маленькие носилочки и вместе с Верой перенесите Анфису. Дети так и сделали. Однако Анфиса была не совсем кирпичи. Воспитательница едва успела ей сделать замечание. Кирпичи, кирпичи, не скачите на носилках. Кирпичи, кирпичи, зачем вы взяли у Виталика шапочку? Кирпичи, кирпичи, вы должны лежать спокойно. Вот тебе раз. Кирпичи у нас на дереве сидят. Так, а теперь оставим кирпичи в покое. Будем заниматься учебной краской здания. Прошу всех взять в руки кисти. Воспитательница раздала всем кисти и ведра с краской. Внимание, дети, это учебная краска, то есть обыкновенная вода. Будем учиться на маляра. Опустили кисть в краску и водим кистью по стене. — Анфиса, Анфиса, тебе ведра не давали. Чем ты красишь забор? Виталий Келесеев сказал. — Елизавета Николаевна, она забор компотом красит. — А где она его взяла? — Его на окно в кастрюлю выставили остывать. — Караул! — закричала воспитательница. — Анфиса оставила детский сад без компота. — Будем учиться обходиться без сладкого. А сейчас мы займемся воспитанием Анфисы. Разберем ее поведение, разберем ее персональное дело. Но персональное дело разобрать не удалось, потому что прилетели пчелы. — Караул! — закричала Елизавета Николаевна. — Пчелы! — целый улей. Они прилетели на компот. Проводим учебное занятие спасения от пчел в походных условиях. От пчел лучше всего спасаться нырянием в бассейн. Бежим в бассейн и все как один ныряем. Ребята побежали в бассейн как один. Только Анфиса не побежала. Она этого бассейна еще с прошлого раза боялась. Пчелы ее немного покусали. У нее всю мордочку раздуло. Анфиса от пчел в шкаф залезла. Сидит в шкафу и плачет. Тут папа пришел. И Елизавета Николаевна с мокрыми малышами вернулась. Папа спросил. — Что это у вас? Дождик шел? — Да, кусачий дождик из пчел. А почему у вас стали пчелы летать? — А потому что у нас кое-кто компотом здание красит. — Кто же это у вас компотом здание красит? — Да одна ваша хорошая знакомая такая загадочная дама, гражданка по имени Анфиса. — А где же эта загадочная дама, гражданка, находится? — спросил папа. — Скорее всего, она в шкафу сидит. Именно там и находится. Папа шкаф открыл и видит. Анфиса сидит и хнычит. — Ой, — говорит папа, — какая она толстенькая стала. — Нет, она не толстенькая, — отвечает воспитательница. — Она пчелоукушенная. — Я и не знаю, что делать, — говорит папа. — Может, ее в зоопарк отдать? — Тут все дети как заплачут, — воспитательница говорит. — Не плачьте, дети, вы и так мокрые. Потом она говорит папе. Насколько я понимаю, наш детский сад с Анфисой не расстанется. Если она в зоопарк, то и мы в зоопарк. — Дети, вы хотите в зоопарк? — Хотим! — закричали дети. — К слонам и удавам? — Да! — К бегемотам и крокодилам? — Да! — К лягушкам и кобрам? — Да! — Вы хотите, чтобы они вас съели, западали и покусали? — Хотим! Это очень хорошо. Но чтобы попасть в зоопарк, надо себя хорошо вести. Надо уметь мыть полы, убирать свою кровать, мыть чашки, ложки. Итак, приступаем к уборке пола. — Ну что, ребята, — сказал папа Вере и Анфисе, — пойдем домой. — Что ты, папа? — сказала в ответ Вера. — Сейчас только самое интересное начинается. Мы полы мыть будем.